В списке хозяйств, которые нуждались в помощи правительства, оказался фермер из села Московское. Николай Шабанов занимается разведением овец и крупного рогатого скота. Бизнес семейный и по меркам села немаленький – около 1000 овец и 150 коров. 2015 год в Усть-Абаканском районе, как и во многих других, выдался неурожайным. Хозяйству грозил, если не голод, то сокращение поголовья точно. Но выручил Минсельхоз. Часть затрат на корма возместили. Каждый год потихоньку выдают, помаленьку. Овец выдали быстренько, то, что кормов в этом году не хватает, заготовки мало было. Выдали по-быстрому, чтобы сено покупали. Целевая республиканская программа по поддержке скотоводов действует в Хакасии уже несколько лет. За каждую голову фермеры получают определенную сумму. Учитывая, что в деревнях практически нет работы, пособное хозяйство для сельских жителей стало основным источником дохода. 13 лет назад на ферме Николая было всего 8 коров. Сейчас поголовье считает сотнями. И сам в разведении скота понимает не хуже профессиональных аграриев. Чтобы получше порода была, ее постоянно скрещили. Сначала мериносы были в московской, когда совхоз был, покупали. Сейчас потом с туинской породой смешали, сейчас с садылбайской смешали породой. Ну, например, мериносы, порода очень слабая, ее надо кормить сильно. Тувинские морозы выдерживают. За баранины в село Московское приезжают в основном из Красноярского края. Соседи мясо местного производителя ценят. Не было такого месяца, когда бы не поступал заказ. Кстати, выращивают овец здесь с помощью необычного западного оборудования. Ноу-хау фермерского хозяйства «Электропостук». Приспособление для выпаса скота в Европе популярное, а вот в Хакасе используется совсем недавно. Технология простая. По периметру через деревянные столбики протягивается электропровод. Сила тока здесь маленькая, поэтому вреда животным она не несет, а лишь пугает. Поэтому за пределы поля они не выходят. На большой метраж рассчитан, то есть можно еще пригораживать к нему, еще это, и на его цеплять еще, он еще другие территории потянет. Вот он 6,7 киловольт выдает в данный момент. И сила тока 3,2 джоули. А вообще до 20 джоули. Под контролем «Электропостуха» сейчас находится 50 гектаров. В конце мая Николай планирует загородить еще столько же. Кстати, для фермеров здесь тоже есть свои плюсы. Аренду земли республика предоставляет по упрощенному варианту. Льготы и финансовую поддержку подворья продолжат также получать в течение года. На развитии местным заводчикам овец, лошадей и КРС местный бюджет приготовил еще порядка 40 миллионов рублей. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.